Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Когда война началась, у меня, наверное, восьми не было, потому что мой день рождения в ноябре, а война началась в июне, 22 июня. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. За три года до этого перед натиском вермахта пала практически вся Европа. Воронежская область была объявлена на военном положении в первый же день войны. Вся городская жизнь перестраивалась с учетом реалий военного времени. Летом 1941-го промышленные предприятия Воронежа переходят на выпуск продукции для фронта. Завод имени Коминтерна начинает выпускать реактивные установки «Катюша». Воронежский авиационный завод производит самолеты-штурмовики Ил-2. Атрожский вагонремонтный завод осваивает производство зенитных бронеплощадок. Перешли на военное производство воронежские заводы имени Дзержинского, Ленина и Электросигнал. В конце 1941-го, начале 1942-го года начинается эвакуация заводов. Из воспоминаний Столяровой Надежды Терентьевны. «Эвакуировали в первую очередь тех, кто работал на предприятиях, которые производили продукцию для фронта. В эту очередь попала моя родная тетка по матери и двоюродная сестра Тамара. Ее муж работал на производстве самолетов. А мы остались». Тем временем армейские части вермахта продолжали продвижение на восток. Наступательная операция немцев под Воронежем носила кодовое название «Блау». В начале лета 1942-го года город подвергается массированным воздушным бомбардировкам. Закрываются школы и детские сады. В них размещают раненых. 7 июля вооруженные силы фашистской Германии входят в город. Немцы оккупируют правый берег реки Воронеж. Части Красной армии занимают оборону на левом берегу и в Березовой роще. «Жара была, и у нас во дворе были две собаки. Тузик и Роско». Мы их не выпускали так. Они вот по проволоке так и ходили по двору. Двор так был немаленький. И вдруг тут шум гам, и все говорят, немец идет по улице. И немцы шли с автоматами. В наш дом зашли, собаки залаяли. Они их выстрелили. Они тут же сразу повисли на проволоке. Мы тут вообще дети все притихли. То шум был вроде немец-немец. Мы его надумали немец, что такое не такие люди. На оккупированной воронежской территории фашисты устраивали массовые расстрелы и показательные казни. Из братской могилы в песчаном лагу было извлечено 450 трупов. Из них 35 детских. Несколько тысяч мирных жителей были казнены в области. И прям они прошли в наш двор и заставили моего отца нести самовар. И не так, чтобы по улице идти, выйти из скалитки, а прям через забор. Ломали заборы своими прикладами вот этими там. И несли какому там офицеру или кому, какому начальнику на другую улицу чай пить. И мой отец бедный ни слова не говорил. Он боялся слова. Кто слово говорил, они быстрее ли тут же падали. И папа бедный мой, он молодой был, он со второго года. Сколько же ему там было? 40 лет. И он за этот один день постарел. Лет на 10, наверное. Он пришел, весь уставший, весь, как говорить, паник, как старик стал. И разговор даже у него не тот. Но слава богу, что жив остался. Нам это уже было дорого, что отец наш жив. Немецким командованием издается специальный указ, согласно которому жители Воронежа должны были покинуть город в течение 24 часов. И на этой неделе через 2 сказали, эвакуировать вас будут. Собирайтесь. А брать тоже много не велели. Мой отец стар, как старше всех был, он этим вот моим двоюродным сестрам кому чего привязывал? Кому таз, кому кастрюлю, кому паломник. А я, я не говорю, я не понесу ни таз, ни паломник, я кукол. Потому что я не наигралась в детстве куклами. И я со слезьми, мне отец завязал, считай я старше их была, и мне завязал такой мешочек сделал, и говорит, ну бери, не очень много. Но я взяла свои любимые посудку взяла и куклу взяла. И завязал мне, как бы, на плечи. И когда эвакуировали, шли тяжело, очень тяжело. Все, как говорится, под конвоем, собаки, дети уставали, все. Но ей просто невозможно. А потом нас погрузили в вагоны скотной. Крыша открыта, а тут все везде закрыто. И набивали полно, дышать нечем. И, как говорится, это, вот это никогда не забудешь. В туалет захочешь, дети, тут же вот стоишь, стоя, не сидя, там не было это, стоя, и тут вот родители вот так делали, и дети ходили в туалет. И пригнал он нас туда, на Украину. В первые годы войны на запад с оккупированных территорий ежедневно гоняется до 10 тысяч советских граждан. Вспоминает Андрюшечкина Марфа Яковлевна. Во время войны немцы угнали нас в село Бобровку. Немцы радовались победам, устраивали гулянки, пляски в домах полицаев. Мы же жили по несколько семей в одном доме. Ходили на работу. За это немцы давали нам кое-какую еду. Пригнал. Там опять на какой-то пункт, чтобы нас всех разослать по квартирам. И когда нас туда вселяли, те люди, украинцы, не хотели нас. Они не хотели, что мы пришли. А мы не по своей воле пришли. Ну, дали какую-то нам комнатку там, 9-метровку. Папу послали садовником быть, потому что он ей болит. А маму, тоже ей было 38 лет, ее послали сторожей. Это как ее, быть пастухом, свиней сторожить. А сестра моя пошла побираться. Сестра с 29-го года пошла побираться, чтобы нам покушать. Ведь дали работу, да не поесть. Нам опять ничего. Заработать надо. Тем временем в Воронеже идут ожесточенные бои. Листовки, распространяемые среди немецких солдат, гласили. Солдаты, ваши знамена прошелестели над городами Европы. Вам осталось взять Воронеж. Вот он, перед вами. Возьмите его, заставьте склониться. Воронеж – это конец войны. Воронеж – это отдых. Вперед! 10 июля барон фон Вейк заявляет о победоносном взятии Воронежа. Но фашисты так и не смогли захватить город полностью. Уже осенью 42-го летние успехи вермахта на восточном направлении превращаются в прах. В результате наступательной операции «Малый Сатурн» были освобождены более 200 населенных пунктов Воронежской области. Складывается благоприятная обстановка для освобождения Воронежа. Нас к осени стали всех выгонять из домов. Отец отрастил бороду, меня подстрих, сестру подстрих и маму подстрих. И все мы на лежанке вот лежим. И немцы заходили, а отец так говорит, они заходят, а мы все лысые. А он говорит, тиф, мы просто обманул отец. Но это рискованно было обмануть, потому что это может на таких немцев мы напали, которые не расстреляли нас. Но наши местные все равно куда-то гонят нас. Все, чтобы пустые дома были. И мы идем, становимся опять, как нас из Воронежа гнали, так мы опять становимся. И шли-шли, а уже к темноте. И тут какой-то дом папа увидел крайний прям, чтобы можно было бежать в этот дом переночевать, чтобы не идти дальше. Но видно, это судьба. И мы раз и бежали. И он говорит, так, посмотрел, погреб есть, так, погреб. Перьев туда насыпали, подушек, распустили это и туда. И мы туда залезли, чтобы тепло, погреб холодный. А отец всю ночь не спал на веранде. И папа тогда говорит, нам, нет, нет, и говорит, мать, ты спишь? Она говорит, где же спать? Ну, может, мы и спали, дети. Говорит, наверное, все-таки наши придут. Все-таки наши придут. Вот. А он говорит, она говорит, ой, да, отец, мы, наверное, тут в этом погребе и помрем. Нет, мать, душа, у меня чувствует, что наши придут. 212 дней и ночей сражался с немецко-фашистскими захватчиками город Воронеж. 25 января, ценой тысяч жизней, Воронеж был освобожден. И вдруг утром пришли на расцвете наши. И когда пришли наши, ехали на лошадях, мы все, дочка одна, вторая, поднимаются, наши пришли, русские. И мы оттуда вылезли, и видим, правда, нас этих, сидят эти, как русские наши, на лошадях, солдаты. И прям вот так этими машут флагами или знаменами. И говорит, выходите. Столько вышло людей. И тут уже власть-то поменялась. Уже в сельсовете русские. И он пошел туда в сельсовет. Ну, прошло-то, может, сколько. Ну, уже к январю. Бедно, он там узнал, что Воронеж уже освобождили. Мы перекрестились, и он говорит, надо немедленно ехать, как говорится, домой. А там, говорят, когда придет очередь. Отец тогда пришел и говорит, мать, давай мы сегодня ночью уедем. У нас вещей нету. Только вот Надьку да Верку. Ты Верку будешь держать, я буду Надьку держать на колени. И мы ехали. Вот, это как ее, вагоны цепляются такие, скотные. Вот эти вот. И вот отец сидел на этой вот и упирал в тот вагон. Вот. А мне чуть отец, ну, ехать, считай, с Украины до 2-го Воронежа. Это же много. Вот. И он чуть меня не уронил. Ну, судьба не уронил. После оккупации Воронеж лежал в руинах. По разным оценкам от 92 до 95 процентов зданий было разрушено. Все, что уцелело во время сражений, фашисты уничтожили перед бегством из города. Были взорваны здания Воронежского госуниверситета. Сейчас на этом месте находится городской детский парк. Воронежский дом пионеров. Сейчас там располагается корпус Воронежской технологической академии. Здание обкома партии, где сейчас стоит здание Никитинской библиотеки. И когда сюда приехали, мы в свой родной дом на трудовую. Как будто стекла все повыбиты. Отец прям заделал два окна кирпичами. А наверху вот такие вот маленькие прогалины. Вспоминает Сталь Неконорович Пензин. Город лежал в развалинах. Наш дом сгорел дотла. На площади 20-летия октября часть стены красавца здания обкома и горы щебня. Сохранились фасады кинотеатров Комсомолец, Спартак и Пролетарий. Здание сплошь коробки без крыш, с зияющими дырами окон. Но на улицах чистота, клумбы с цветами. В Воронеж возвращались эвакуированные жители. Жизнь в городе начала налаживаться. Тем временем войска Красной Армии уже подходили к Берлину. Ну, когда вот уже близилось к Дню Победы, приходят эти, как и он, электрики какие-то, ну по улице, и столбы, и на столбы такие когти одевали на это. И лез, 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 и ставят такой вот граммофон. А мы говорим, что это такое? А уж у того, у кого был радиоприемник, они уже знали, что война кончится. Вот, вот, вот. 1 мая 1945 года над Рейкстагом советскими солдатами Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Меритоном Кантарией установлен штурмовой флаг 150-й Ордена Кутузова 2-й степени и Дресской стрелковой дивизии. Знамя Победы. В полночь 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая 1945 года весь Советский Союз отмечал День Победы в Великой Отечественной войне. Ну, когда День Победы, что делали? Вот, особенно старшие. Ну, мы, дети, радовались. Нам давали на мороженое. И мы бежали на проспект. Там музыка везде играл. Вот это с орденами, вот эти все ветераны. А все вот соседи собирались, у кого что было, то несли и вот выпивали рюмочку за День Победы и танцевали под гармошку. У нас был гармонист там один, на улице, один, единственный. И он прям играл на улице и все. Это, этот день забыть на никогда. Я не забуду, пока глазки мои смут. Уж умру, тогда я забуду. Даже вот когда война окончилась, никогда не вспоминали это мы. Я бы могла бы, вот если бы я знала, что вот так вот все будет, вот, ну, столько я проживу, например, до 75 лет. Я бы многое могла бы у отца. Но никогда не спрашивая никогда отец и мать про эту войну, как говорится, видно, так она вот была, ну, всю молодость ихняя. А у нас все детство отобрала война. Хоть как бы сейчас трудно это вспоминать, но вспоминать это надо. Потому что если мы сейчас вспоминать это не будем, наши внуки и правнуки ничего не будут знать про это. Поэтому вспоминать это надо. Как ведь мы вот эти все пожилого возраста, а нас не очень много осталось. И поэтому надо говорить молодежи, а молодежь уже будет своим детям и своим внукам рассказывать. День победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Болеверсты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина ночей. Дни и ночи, битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, Это праздник с сединою на висках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова